8.00 столица Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. И коротко о главном сегодня. В ожидании большой воды. Какие регионы могут охватить паводки? Самые последние данные от МЧС. Саммит НАТО в Брюсселе. Лидеры США и ЕС раздумывают, как еще помочь Украине. Расскажем о самых главных заявлениях. Некому строить. В Шемкенте заявили о дефиците кадров в дорожно-строительной отрасли. Как от этого страдает качество? Об этом не только прямо сейчас. Больше ста населенных пунктов только в Акмолинской области находятся в зоне возможного затопления. Резкого потепления и таяния снега в регионе ожидают в начале апреля. На крупных реках спасатели проводят взрывные работы. Это, в свою очередь, поможет уменьшить заторы при ледоходе и обеспечить беспрепятственный пропуск талых вод. По сведениям Акиматов, в местных исполнительных органах подготовлены силы средства в количестве 2153 человека, 983 единицы техники, 151 мотопомпа и 35 плавательных средств. От департамента ПОЧС на эти цели подготовлена группировка. Это 445 человек, 84 единицы техники, 94 мотопомпы и 12 плавательных средств. Дополнительно мы подготовили группировки на случай осложнения ситуации в Адбасарском, Астраханском, Цельноградском и Ашелынских районах. И мы возвращаемся к главному вопросу. Это паводки. С нами сегодня начальник департамента предупреждения чрезвычайной ситуации МЧС Рустамбек Амрин. Ну и, как говорится, еще один вопрос. Рустамбек, возможно ли резкое таяние снега? С учетом гидрометеорологического прогноза, предоставленный КАЗ Гидромет, МЧС обозначает 5 регионов с высоким риском возникновения паводков. Это у нас Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Акмолинская области. Нами на контроле держится 157 населенных паводкоопасных пунктов из общего количества 285 в целях прохождения безопасного паводка. Нами проводятся на сегодняшний день активно взрывные работы на 42 участках. Это за расходом уже порядка 15 тысяч взрывных веществ. Также ведутся работы активно по вывозу снега. Вывезено порядка 9 миллионов метров кубических. Вывезено проводится очистка рыков, каналов, также заготовленный инертный материал и соответствующая мешкотара. Рустамбек, а вот какие районы на особом контроле и сколько населенных пунктов в зоне риска? Как я обозначился, у нас на особом контроле 157 населенных пунктов в этих пяти областях. А вот на случай, если все-таки большая вода придет, уже развернуты эвакуационные пункты, что подготовлено? Министерством активно ведется работа по разъяснению населения на случай поступления информации о необходимости эвакуации. Министерством подготовлено порядка 2,5 тысяч эвакуационных пунктов для временного нахождения населения. Это, как правило, объекты гостиницы, санатории, а также образовательные учреждения. А вот я знаю, что многие жители затопленных поселков отказываются от эвакуации. Ну, мол, немного постоит вода и уйдет. Насколько это правильное решение? И стоит ли рисковать в такой ситуации? Ну, с учетом того, что поводкоопасные населенные пункты мы заблаговременно проводим эту работу, до населения доводится информация, разъяснительно, также памятки раздаются, где все действия, предписывающие в таких ситуациях, как необходимо действовать, нами все это проговаривается. Если есть реальная угроза, в любом случае необходимо этим предписанием руководствоваться и действовать согласно рекомендации как местных исполнительных органов, так и работников служб ЧАЭС. Ну что ж, будем надеяться, что МЧС оперативно, хорошо справится со своей работой и как можно меньше будет пострадавших территорий, ну и, соответственно, людей. Спасибо, с нами был начальник департамента предупреждения чрезвычайной ситуации МЧС Рустамбек Амрин. Вам хорошего дня. Джо Байден поддержал идею об исключении России из большой двадцатки. Об этом американский лидер заявил на саммите НАТО в Брюсселе. Однако решение должны поддержать все члены G20. Ранее в Кремле прокомментировали разговоры западных политиков, отметив, что таким образом Соединенные Штаты оказывают, цитата, неприкрытое и малодипломатичное давление на остальные страны. Что касается последнего пункта, мой ответ – да. Но это зависит от G20. Если другие страны не согласятся, то нам, как мне кажется, следует рассмотреть вопрос о том, чтобы дать Украине возможность присутствовать на этих встречах. Обратился по видеосвязи к членам Альянса и Владимир Зеленский. Президент Украины вновь призвал партнеров оказать военную помощь для противостояния российской армии. Он сказал, что страна пока не получила боевых самолетов, которые запросила ранее. Я уже месяц повторяю то же самое. Для спасения людей, наших городов, Украина нуждается в военной помощи без ограничений. Россия использует против НАТО весь свой арсенал. Уничтожает все. У вас минимум 20 тысяч танков. Мы запросили всего 1% от всех имеющихся у Альянса танков и самолетов. Дайте или продайте их нам. Ну а Турция намерена продолжать диалог с Путиным и Зеленским. В Брюсселе Реджепте Пердаган сообщил, что пристально следит за ходом переговоров между Россией и Украиной и готов организовать встречу лидеров двух стран. Там же в Брюсселе США и ЕС договорились скоординировать меры по поставкам сжиженного природного газа в Европу. Ранее заявление Москвы о переводе транзакции по поставке топлива в рубли в Евросоюзе назвали нарушением санкционного режима. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, страны блока больше не позволят России шантажировать своими энергоресурсами. Решение Владимира Путина прокомментировали в российском МИДе. Как национальный праздник вчера были восприняты слова президента Российской Федерации о переходе в расчетах за поставки российского газа на рубли. Это действительно настоящее великое свершение для российской экономики и для всего нашего народа. Потому что у нас есть национальная валюта и никакими словами, а только делами ее можно возвести именно в такой ранг. И вчера это историческое решение, которое было озвучено и поддержано нашим народом. Я отмечу, что Россия обеспечивает 40% от общего объема газа в ЕС, большая часть которого поступает по трубопроводам. В связи с этим страны Евросоюза по-прежнему сомневаются о введении эмбарго на российские энергоресурсы. В какой валюте казахстанцы чаще всего переводят деньги за рубеж? Из года в год сокращается доля рубля. Об этом не только. В деловом обзоре мы узнаем у Камилы Тастанбековой. Весьма прибыльным для казахстанских банков оказался февраль. Аналитики Первого кредитного бюро подсчитали, что в конце месяца их совокупные доходы превысили расходы после уплаты налога на 137 миллиардов тенге. По сравнению с январем прибыль БВУ выросла более чем на 30%. Тем временем Агентство по регулированию и развитию финансового рынка выявило ряд недостатков в работе банковского сектора Казахстана. Первую полномасштабную оценку компании по методологии СРЭП завершили в декабре 2021 года. Большинство банков второго уровня обнаружили недостатки в процессах стратегического и бюджетного планирования. Улучшений требуют методики определения риска пицита и расчета необходимого уровня капитала. В целом, в ходе проверки, как сообщили в агентстве, компании показали устойчивость к внешним факторам, связанным с пандемией. Регулятор заверил, что казахстанские БВУ обладают достаточным запасом капитала и ликвидности. Тем временем, россиянам за вознаграждение предлагают открыть счет и карту в казахстанских банках. О том, что на рынке появились компании-помогайки, сообщает коммерсант. Ценник за услуги варьируется от 6 до 100 тысяч рублей. Для этого даже не нужно выезжать за пределы своей страны. По информации издания, стать клиентом казахстанского банка предлагают дистанционно. В одной из консалтинговых компаний, оказывающих такие услуги, сообщили, что прежде всего нужна доверенность. При этом там отметили, что открыть счет в банке Казахстана любой россиянин чисто технически может и бесплатно. Нужно лишь получить и им. В агентстве по регулированию и развитию финансового рынка отметили, что если у человека есть вид на жительство, то он имеет право получать карту и обслуживаться в наших банках. В данном случае возникает вопрос только в законности его пребывания и регистрации. Доля переводов в рублях из Казахстана в другие страны сокращается из года в год. В январе 2022 она составила лишь около 11%. Средний чек одной операции уменьшился с 60 тысяч до 51 тысячи рублей. Данные приводит ранкинг КИЗ. Чаще всего в начале года казахстанцы отправляли деньги за рубеж в американской валюте. Здесь средний чек одного перевода наоборот вырос примерно с 1000 долларов до 1300. Доля национальной валюты в переводах уменьшилась за год сразу практически в два раза. По подсчетам ранкинг КИЗ всего в январе наши соотечественники в другие страны отправили почти 46 миллиардов тенге. Это на 16% меньше по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Более половины объема всех отправленных средств пришлось лишь на три страны – Турцию, Узбекистан и Кыргызстан. В Россию по системам денежных переводов ушло больше 7 миллиардов тенге. После продолжительного перерыва возобновились торги на московской бирже. Сразу после открытия ее индекс вырос на 11%. Затем, как пишет Файнанс КИЗ, до конца дня шел на спад и от утреннего запала осталось только почти 5% роста. Лидерами стали акции Лукоила, Полюса и Газпрома. К торгам были допущены всего 33 бумаги из индекса московской биржи. Всего их 43, однако 10 из них принадлежат компаниям, осуществляющим экономическую деятельность на территории России, но первично размещенным на зарубежных фондовых биржах. К этому часу у меня пока все. До встречи. Северная Корея Генеральный секретарь осуждает пуск баллистической ракеты Корейской Народно-Демократической Республикой. Это еще одно нарушение объявленного КНДР в 2018 году, моратория на пуски такого рода и явное нарушение резолюции Совета Безопасности. Запуск ракеты большой дальности может привести к значительной эскалации напряженности в регионе. Генеральный секретарь настоятельно призывает Киньян воздержаться от любых дальнейших контрпродуктивных действий. Вы смотрите утренний выпуск новостей, мы в прямом эфире. Более полумиллиарда тенге задолжали по налогам автовладельцы Актау. Эта сумма накопилась с 2018 по 2020 годы. В списках должников 13 тысяч человек. В управлении госдоходов напомнили, что уже с 1 апреля будет начисляться пеня за 2021. Самых злостных неплательщиков ждет арест счетов, запрет на выезд за границу и даже конфискация имущества. По нашим подсчетам должны оплатить налог на транспорт за 2021 год около 62 тысяч человек. По сумме это примерно 1 миллиард 700 миллионов тенге. Дефицит кадров испытывает дорожно-строительная отрасль Шимкента. В мегаполисе не хватает инженеров, геодезистов, картографов, механиков, проектировщиков. Сообщили в Национальном центре качество дорожных активов. И это еще не весь список вакансий. Весной и летом дефицит обостряется еще больше. О ситуации с кадрами и о том, как нехватка сотрудников повлияла на качество строительства дорог в мегаполисе в материале Катерины Попковой. В Шимкенте стремительно растет потребность в квалифицированных кадрах дорожной отрасли. Не хватает сотни специалистов. Строить и проверять качество городских дорог просто некому, заявили в городском филиале Национального центра дорожных активов. По всем направлениям у нас сейчас не хватает специалистов. Ну и сами видите последствия. Там ямы получаются, там промоины, там просадки. Это все из-за специалистов. А сказать, что у нас материалы не соответствуют. Нет, у нас материалы есть. Только вот битву у нас сырье привозят. Дороги мегаполиса, по данным центрам, чаще всего строят дилетанты. Затем в адрес строительных компаний звучит много критики. Из-за дефектов. Исключений, по словам специалистов, мало. Между тем объемы строительства растут. Бывали такие случаи, что на строительстве замечаешь, что человек не специалист своего дела при проверке. То есть он является юристом, например, тем же самым учителем. Поэтому он, будучи в строительстве, он уже самоучением занимается. Теперь готовить кадры для дорожной отрасли решили со школьной скамьи. В мегаполисе запущен проект, который должен помочь тысячам школьникам определиться с будущей профессией. Дети должны понять, что умелые руки сейчас на расхват. У меня появился интерес к этой профессии. Оказывается, в 30 университетах страны обучают специальностям дорожной отрасли. 9500 грантов выделяется. Начинающий лаборант, например, получает 300 тысяч тенге. Хорошая зарплата для южного региона. Эксперты уверены, привлекая молодых специалистов, изменить ситуацию возможно. Также решено, что студенты университетов смогут проходить оплачиваемую практику на базе Национального центра дорожных активов. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулу, Нурмаханбек Муратов, Шымкент, Хабар, 24. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулу, Нурмаханбек Муратов, Шымкент, Хабар, 24. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулу, Нурмаханбек Муратов, Шымкент, Хабар, 24. Соответственность, соответствующий закон приняла Верховная Рада. Согласно документу, тем, кто будет раскрывать данные о базировании украинских войск, может грозить до 12 лет лишения свободы. Павлодарский ультрамарафонец Нурсултан Берлик призывает казахстанцев помочь шестилетнему Ансару Дюсикееву. Ребенок страдает детским церебральным параличом и сейчас ему срочно необходимо лечение за рубежом, которое стоит больших денег. Спортсмен-любитель объявил старт забега расстоянием в 220 километров. За три дня ему удалось пробежать от Баянаула до Павладара. Очередную многокилометровую дистанцию он посвятил сбору денежных средств на лечение мальчика. Сейчас инициативная группа готовит заявку в фонд «Казахстан-Халкна». Мы должны все вместе помочь этому мальчику. Нужно собрать необходимую сумму и отправить его на лечение. Думаю, этим мы проявим свой патриотизм к родине. Всем советую заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни. Над его работами смеется и плачет весь мир. Однократный или одноактный балет «Шесть танцев». На музыку Вольфганда Амадея Моцарта покажут сегодня и завтра в столице. Оценит ли публика юмор признанного гения современной хореографии Иржи Киллиана? Марк Брюшко впервые познакомился с творчеством чешского балетмейстера и пришел к выводу. Как минимум, это надо увидеть. Подробности в его материале. Самого живого классика Иржи Киллиана в зале нет, но все на этой пресс-конференции пропитано духом творений чешского хореографа. Ощущается значимость момента. В столице премьера знаменитого балета «Шесть танцев» на музыку Моцарта. Не во всех театрах дают разрешение ставить балеты Иржи Киллиана. Я изначально хотела, мечтала, но спустя семь лет, наконец, мы до этого доросли. И хочу сказать, что я очень надеюсь, я очень надеюсь, что это только первый шаг и что мы будем продолжать. Балеты Иржи Киллиана сделаны с очень тонким вкусом и с чувством меры, то есть не для всех. Дело в том, что в постановке представлен комический взгляд на 18 век. В нем нет четкого сюжета, но есть короткая история о веселье дам и экстравагантных мужчинах в Криолинах. Зрителю нужно найти в этом безудержном потоке фантазий что-то свое. Было сложно выбрать танцоров, потому что у нас всего два состава. Было очень много желающих. Для меня большая честь, что я могла работать с замечательными молодыми танцорами, которые хотели изучить этот балет. Чешского хореографа ценят в профессиональной среде за умение сочетать классику и современность, за смелую пластику тела и провокацию. Примечательно, что балет длится не более 15 минут, но сложность его исполнения заставляет артистов проявить колоссальную физическую и эмоциональную выносливость. Шесть танцев принадлежит к серии черно-белых балетов чешского постановщика. Объясняю почему. В спектакле используются черные мягкие декорации и передвижные кренолиновые платья на роликах. Они, кстати, тоже часть декора. Особо важная роль в этом спектакле заключается в игре света и тени. Напомним, что мировая премьера балета прошла 36 лет назад в Амстердаме на сцене Нидерландского музыкального театра. С тех пор этот спектакль уже украсил афиши знаменитых театров в Швейцарии, США, Чехии, Новой Зеландии и других странах. А у нас шесть танцев сегодня и завтра. Марк Блюшко, Эрбол Дайеров, Хабар, 24. Больше трех тысяч мирных граждан покинули зоны боевых действий в Украине за сутки. Людей эвакуировали по семи гуманитарным коридорам. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. Большинство из них – жители осажденного Мариуполя. Среди покинувших город свыше 30 детей. Между тем, во всемирной организации здравоохранения заявили о невозможности доставить туда необходимые медикаменты. По данным ВОЗ, менее чем за месяц на украинские больницы попало свыше 60 ракет. В Минобороны России неоднократно заявляли, что удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Берегите себя. Продолжение следует...